Пишите сайт вам практически впервые. Наверняка... Что это работает? Как это работает? Здесь, конечно. Наверняка вы сталкиваетесь с тем, что когда приходите в кафе, у вас возникает трудности с официантами клиента, приходите в кафе, не приходите в меню, не приходят, к вам не забирают заказ. Если вы хотите, то есть там два подхода, пока вам принесет пост, пока что-то дальше, все достаточно наличные. Лично меняю, проблема очень сильно беспокоит. То есть, когда я с этим работаю в кафе постоянно, я знаю, проходит видео, не нужно рассказывать, потому что объяснять, потому что быстро во обслуживание, здесь мы поедем. Да, это оно. Есть ли какая-то проблема? Может, там у вас какая-то проблема? Ну, не очень. Ну, а не оценки много. Вот. Поэтому, собственно говоря, предлагается такое решение. Когда человек приходит в кафе, у него есть альтернативы. Не обязательно... Это, наверное, наше решение не обязательно. Можно общаться с официантом, а можно... Восколько другим решением. Это подключение в свои собственные смартфоны местной сети Wi-Fi, и местные там будут в конечной сети планы. У вас сразу, без скачивания приложений, без скачивания в парк-код открывается, там в первую меню ресторана, где вы видите актуальное меню, в которое вы можете выбрать ровно то, что вы говорите сейчас. Тут же вы их заказываете, и, в принципе, можно добавлять как. Этот заказ попадает сразу на кассу... к... Кассируете? Да, кассирую официанту. Да, кассирую официанту. Да, и официант подходит вам ровно один раз, и просто приносит вам готовый заказ. Вот это мы сокращаем, таким образом, время ожидания клиента, он не отражается. Да, мы сокращаем время обслуживания одного клиента, одного стола, что должно по идее различное количество оборачиваемых столов, в большинстве оказываемых времени можно сделать в течение дня, и, в принципе, сокращаем нагрузку на официантах, это позволит спиковую... во время, когда много заказов идет в кафе, не привлекать дополнительных официантов, что, собственно, тоже экономит для ресторана. Да, соответственно, оплата по карте будет такая же, в принципе, есть такая же, как в юбере, и в официантах с каждым можно сохранить, и оплата по следующей продукции регулярно. И, в том числе, это предполагается как развитие в этой платформе много новых фишек, в том, что меню может быть наружным человеком языке, если он останется, нет никаких проблем дать ему меню на том языке, который вы, кстати, на браузере. Да, если у человека подписывается в профиле, написано, что он ест мясо, значит, в меню будет только его блюдо, который подходит, и ничего лишнего. Соответственно, рынок, который мы играем, это кафешки, которые массово обслуживание за достаточно большой проходимостью. Мы не берем здесь какие-то топовые кафе, где официанты, как часть, неотъемлемая кафе, мы не берем какие-то паспуды, где, наверное, нет никаких проблем, когда подошел, взял, 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 взял. Но, тем не менее, мы имеем два, скажем, два сектора. Это кафе с обслуживанием, но с большой, с большим магазинским, где этот кафе существует, и в том числе кафе, которые, я имею в виду, обслуживание, но у которых скапливаются очереди, например, ну, по принципу Старбакса, где у вас есть фото-касса, сначала стоит одна очередь, которая, где нужно в определенный курс сдать закон, сделать заказ и оплатить, а потом отдельную очередь нужно постоять и получить свой заказ. Вот в первую очередь мы хотим полностью это даже не виделось, а стоит это второй. С конкурентами. Таких конкурентов, которые решают именно так, эту проблему я вообще никогда не нашел, и большинство решений включаются в скачание приложения, или там, соцсканирующий телефон, этот баккод. Нам кажется, что это проблема некая есть, потому что не так много людей их пользуются, поэтому мы решили сделать другого. Просто страничка, просто Wi-Fi, включаешься и все. Естественно, предмогищество. Как пытается соорминицировать? Естественно, есть период бесплатный, когда КП-шки можно поорминицировать, если есть цены для нее или нет, и после этого, например, 9000 рублей в месяц, пытается продлить абонентскую плату и с транзакцией, которые будут идти по карте, примерно пол процента. Плюс церковь модуль, развитие, реклама, все такое будет. Наше текущее состояние по всей системе ВП, и мы сейчас работаем на их окружении активно, хотим найти несколько кафешек, на таких базовых, которые будут наши ярко неприятные. Все, спасибо большое команде, на качестве, на наших отличных новых людей, которые вы вышли из нашей жизни, и я очень надеюсь, что мы стали дальше работать и называть нашу систему. Большое спасибо директору, которые нас очень суперилизировали в тему, практиковали. Спасибо большое за их советы, которые они дали, очень в тему перерываются, и они подтвердили наши проблемы и опасения, которые мы так знаем, и часть из них обещала нам полезные контакты, с которыми мы за этим придем в пациенте верят. Спасибо. Молодец. Мы задали этот вопрос экспертов. Друзья, чтобы вы понимали, я накинул где-то 45 секунд, из-за того, что в начале были проблемы с кликером, но это было длинно. Надо короче, то есть это было не три минуты. Но, в общем, наш косяк с кликером, мы его исправим. Дорогие эксперты, пожалуйста. У меня есть один вопрос. Можешь вернуться на таблицу с комплектом? У вас написано 15 минут, время иммиграции. Это как? Как и время? Ну, весь смех написано. Время потребуется на непосредственно в поле. Там у них, да, прикипостный роутер, на котором уже все настроено, и кучу интернета примерно 15 минут. То есть все остальное можно сделать удаленно, но не находясь в самом ресторане. Заполнить меню, заполнить сайт, заполнить меню. И сейчас, по крайней мере, все забили от этого меню, и все это делали. А что нам получается? По крайней миграции? Не понял. Ну, время миграции, мы же знаем, что до готового продукта, до состояния, когда человек может истинно уже взять, заказать, если ему куда-то. Нет? Ну, по большому счету, все, что для этого сделать, это поставить, ну, провода с вами, камень, заявить или нет. Ну, в принципе, в том числе, вам нечего делать. Андрей, вы собираетесь, распространяться? Прямые продажи, через партнер? Да. Есть вариант такой, что мы хотим сделать некую такую сеть агентов, замотивировать людей активных, которые в этой идее и прониклись, хотим включать в карточки, с ними договариваться, за часть прибыли, там, какой-то. Ну, там, прибыли. Да. Ну, и если это какие-то сети, то с сетями работают прибыли. Конкретно просто, на Spotify не пытались сесть? Ну, почему пытались, потому что мы с ним не поговорили это дело. Да. Ну, я пытаюсь с этим самым сконтактином из, какого, из Нью-Йорка говорить. Он сказал, что нужна интеграция с Айгер Кипером, а я не делал, на второй этап. Ну, видимо, придется сказать начальщик. Вот у меня вопрос как раз связан с этим. Кто будет платить за интеграцию с Айгер? Она стоит в среднем 75 тысяч за одну интеграцию. Ну, достаточно правильно. Да. С одной точки. Да, с одной точки. Ну, вариантов я вижу два. Во-первых, можно сказать, что, дорогой кафе, если ты, в принципе, стираешься развиваться и все другие стандарты у меня будут приходить, у тебя уже будет к этому лицензия, мы теперь там готовы с тобой как-то войти в долю часть, запопить за нее, а часть будет военность из протаголия. То есть вы делите эти убытки по повалу? Ну, возможно. А это предмет договора с первыми вот этими амбассадорами, оттуда, с которыми я буду разговаривать. Я думаю, что, наверное, для первых там вам будет как-то вести, с ними пойти и там сам задать эту интеграцию. А дальше? Возможно, это привлекает к тому, что смотри, вот у меня есть хороший опыт, вот те, как мы же его включили, они сэкономили, заработали с помощью насто-то столько денег, много отсчетов, выкладки, поэтому вот эти воины 30-70 тысяч, да, я могу 30-70 тысяч растянуть на сокращение воинских плат на свою систему. Вроде такой вариант. А какой сетей зарубежный какой-то аналитный какой-то последствия социализация с источником? А кто с какой эрбой моделью сетей стерпорайсом? И с куда ты их знаешь? Если сетей обыгрывать эту систему хочешь здесь, но не здесь, но с удовольствием с удовольствием какими-то контактами, идеями и выходами на кафешки на других местах, готовы делать локализацию на другой рынок, пожалуйста, запускайте. Бесплатно вам договорились о том, что вы же здесь делаете. Спасибо. Спасибо.